Традиционный городской фестиваль «Радуга» в этот раз посвящен году экологии, поэтому гала-концерт открывает символичный номер. На сцене дети держат на руках земной шар, ведь именно от тех, кто еще только растет, зависит будущее планеты. В этом году фестиваль собрал вместе более 600 юных участников, и пришедшие посмотреть на них родители с трудом поместились в концертном зале 17-й школы. Глава города Андрей Воронов тоже не пропустил это торжество творчества и талантов. Воронов отметил, фестиваль проходит в городе более 20 лет и вырос в большое фееричное шоу. Торжественно клянусь, что следующий гала-концерт, который пройдет в следующем году, он достоин точно звезд, но давайте, наверное, согласимся. Искренне извиняюсь тех, кто стоит, кто, к сожалению, не попал на места, но вы большие молодцы, вы пришли болеть за своих детей. Каждый, наверное, знает, кто здесь сидит, особенно родители. Какой титанический труд за этим ярким шоу стоит. Сил в каждый номер вложено и правда немало. В рамках фестиваля прошли смотры конкурса вокального искусства «Хрустальный звук», хореографии, мир танца и смешанных видов искусств «Северное сияние». И лучшие номера вновь можно увидеть на сцене. При этом коллективам приходилось заниматься в условиях ограничительных мер, когда собираться вместе было в принципе нельзя. Карантин был, да, когда мы все сидели на дистанционном обучении, что-то старались сделать на нем, но как это все. Поэтому, конечно, сложность в этом году этого конкурса, что сроки для подготовки были очень маленькие. Средняя группа у меня, она впервые вышла на этот конкурс, несмотря на возраст. Так получилось, что эти воспитанники пришли в 2019 году, и они ни разу не приняли участие в «Радуге», опять же, в связи с пандемией. И этот конкурс для них был первым, и мне кажется, они до последнего не понимали, что это за выход на сцену, и почему это так серьезно и ответственно, и почему тренировки каждый день по несколько часов. Но все позади. Сегодня юные танцоры и певцы еще раз демонстрируют заниматься, и оттачивать навыки можно в любых условиях. Было бы желание и любовь к тому, что делаешь. Получение эмоций? Наверное. Не знаю, я получаю удовольствие от того, что зритель получает удовольствие, смотря на нас. Они заряжают нас наградами, получаем первые места и хотим больше. За веселье, что танцуют весело. А родители тебя поддерживают? Да, поддерживают. Что говорят? Ты большой молодец, танцуешь очень хорошо. Ты справишься, да? Ага. Все, мы вам желаем удачи. Спасибо! Возраст участников от 5 до 18 лет. Они представляют 22 образовательные организации города. За время конкурса было представлено 123 номера, а это почти 9 часов полета творческой фантазии, воплощенной в вокальном, танцевальном и инструментальном мастерстве участников. У каждого есть первые шаги в творчестве. И именно наш фестиваль городской – это та площадка, где наши маленькие звездочки делают свои первые шаги. Мы очень гордимся, когда они выходят дальше на региональные, на международные, на российские конкурсы. Но именно фестиваль «Радуга» – это для многих-многих новоинговских ребят именно стартовая площадка, где они впервые чувствуют себя артистами. Что радует? Концерт идет уже больше полутора часов, и никто не уходит. И все родители в зале. По итогам фестиваля были определены победители и призеры. В смотре конкурса «Хрустальный звук» победителями стали 132 человека. Это солисты, вокальные коллективы, дуэты и трио. Хореографический конкурс «Мир танца» определил 443 победителя по шести номинациям. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».